Мярабас Евгелидос Тлар. Сегодня мы разберем с вами текст сказки Севрисенек Вя Аслан Масалы. Камар и Лев. После просмотра видео вы можете пройти тест по этому тексту, ссылка на тест будет в закрепленном комментарии под видео. Сказки порой легко понимаются, но сложно переводятся. Давайте попробуем перевести. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что сказки зачастую пишутся в субъективной модальности, поэтому аффикс мышь-мишь будет возникать по всему тексту. Но он означает ровно то, что мы не были свидетелями данных действий. Ну что, поехали. Севрисенек Вя Аслан Масалы. Сказка о Камаре и Леве. Бир вар мышь, бир йог мушь, эвель заманы чинде, билин мезлик дьярнда, ем ещиль, бир орман вар мышь. Бир вар мышь, бир йог мушь. Можно перевести как было это или не было. Обычно турецкие сказки начинаются с таких слов. Эвель заман и чинде, когда-то давным-давно, эвель заман это раннее или давнее время, то что было до чего-то. Например, сенден эвель бен ябтым, я сделал это раньше тебя или до тебя. Билин мезлик дьярнда, в одной неизведанной стране, дьяр переводится как край, страна или сторона, ем ещиль, бир орман вар мышь. Был зеленый, призеленый лес. Форма ем ещиль это прилагательная с усиленным значением, то есть очень зеленый или сильно зеленый. Также у нас есть, например, похожий прилагательный симсиях это очень черный, кыб крымызы, очень красный, сап сары, очень желтый или бем биас, белоснежный. Еще раз все предложения. Бир вар мышь, бир йог мушь, эвель заман и чинде, билин мезлик дьярнда, ем ещиль бир орман вар мышь. Было это или не было, когда-то давным-давно в одной неизведанной стране был зеленый, призеленый лес. Бу орманда в этом лесу бир чок хайван, бир чок это многие, но тут лучше разные животные, бир лик те мут тлуме сут яшар, вместе жили счастливо, бир а бир ойнлар ойнарлар мышь, и вместе играли в игры. Бу орманда бир чок хайван, бир лик те мут тлуме сут яшар, бир а бир ойнлар ойнарлар мышь, в этом лесу разные животные жили счастливые вместе и играли в игры. Бу орманда бир де сиврисинек вар мышь, еще в этом лесу жил комар. Бу орманда бир де сиврисинек считал себя королем леса, санмак считать, воображать, полагать, бир де сиврисинек и надменно отзывался обо всех. Юксектен хитапэтмек дословно обращаться ко всем свысока, но на русский можно перевести как надменно отзываться обо всех или смотрел на всех свысока, был высокомерным. Дословно каждому кто приходил перед ним, он это то что перед нами, но переведем всем кого встречал, он говорил я ваш король, крал король. Кралыныс, ваш король добавляется аффикс принадлежности второго лица множественного числа и кралынызм добавился личный аффикс первого лица и получилось я ваш король, кралынызм. Он говорил всем кого встречал я ваш король. Бөлея парак, геребелиджей херкесе, кафатутармыш. Бөлея парак, делая так, геребелиджей херкесе, всем кого встречал, кафатутармыш. Он бросал вызов. Кафатутмак дословно держать голову. Знаете, как бараны упираются голова в голову, когда бодаются, вот так. Это выражение переводится как бросать вызов, упираться, соперничать или противостоять. Бөлея парак, геребелиджей херкесе, кафатутармыш. Делая так, он бросал вызов всем кого встречал. Ине бөбюрленерек, ювасындан, чикан севрисенек, хайваннара, лафатьермыш. Камар вылез из своего домика и кичась, начал приставать к животным. Бөбюрленмек кичится. Лафатмак приставать, дразнить, доставать. Синджаб фареве кёстебеин ардэндан хава от массы росы курба ая гельмищ. Синджаб фареве кёстебеин ардэндан, после белки, мышки и крота, хава от массы росы курба ая гельмищ. Настала очередь задаваться перед лягушкой. Хава от мак – это задаваться, понтоваться, выделываться, выпендриваться. В общем, всё подходит. Курба ая, он имдэ эйлин, бэн сизин краланызым, хэркесэ эмирлер веребелирим дьёрмыш. Курба ая дьёрмыш, он сказал лягушки, он имдэ эйлин, поклонитесь мне, бэн сизин краланызым, я ваш король. Хэркесэ эмирлер веребелирим, я могу всем приказывать. Курба ая, лягушка, бэн дан артык ийце сыкылан, который это порядком наскучила, дэмиш, сказала, Сен ким сэн де кралал ёрсун, кто ты такой, чтобы быть королём? Бу яшли клэр и чэн де ормана хюк мэдэ билиджек бир крал вар исе, ода асландыр дэмиш. Переводим с обратной стороны. Дэмиш она сказала, исе, если, вар есть, бир крал король, хюк мэдэ билиджек, который может править, Бу яшли клэр и чэн де ки ормана лесом в этой округе, ода асландыр, то это лев. Все предложение, еще раз. Бу яшли клэр и чэн де ормана хюк мэдэ билиджек бир крал вар исе, ода асландыр дэмиш. Она сказала, если и есть король, который может править лесом в этой округе, то это лев. Бу лав сиври сэне ин чёк гюджуне гитмиш. Эти слова задели комара. Гюджуне гитмек задеть, огорчить или обидеть. Например, онун бусез лэри чёк гюджуне гитти. Эти его слова очень обидели, огорчилили, задели меня. О ким ол ёр да крал ол ёр, тарзанда джюмлелер сёйли эрек, асланы арамая коюл муш. И он, комар, произнеся, кто он такой, чтобы быть королём, начал поиски льва. Асланы арамая коюл муш. Арамая коюл мак – это устремиться к поиску или приступить к поиску. Ону алт этмели имечки кралыны и лян эдэ бельсин. Он должен был одолеть его, чтобы суметь провозгласить себя королём. Алт этмек – одолевать, преодолевать. Легко запомнить, смотрите, у нас есть алт и юст, низ вверх, алт – это низ. Отсюда алт этмек – это сделать низом, то есть чтобы препятствие осталось под собой, преодолеть. Одолеть. И лян этмек – дословно сделать объявление, то есть провозгласить. И слово краллык имеет два перевода. Это может переводиться как королевство, а также как звание или сан короля. Он обнаружил льва, спокойно отдыхающего под деревом. В этом предложении нет слова лев, но так как комар искал льва, мы добавляем это слово. Асланы, динлениркен, рахацыс этмея башламыш. Он начал беспокоить отдыхающего льва. Рахацыс этмек – беспокоить. Бен орманлар кралы севрисенек. Сен кендени крал занедеркен, а слында бана и таат этмелисен. Бен орманлар кралы севрисенек. Я комар – король леса. Сен кендени крал занедеркен. Ты считаешь себя королем, занятмек считать, думать. Асланда бана и таат этмелисен. Асланда – это на самом деле, в действительности. Бана и таат этмелисен. Ты должен подчиниться мне. И таат этмек – подчиняться или покоряться. Например, слово есть и таат кяр – это покорный. Не очень удачное слово, потому что оно, в принципе, не турецкое. Это взаимствованное слово. Но он не воспринял это все. Всерьез и продолжил дремать. Уюкломак – дремать. Диккате алынмаян севрисенек. Ииде синирленмищ. Камар, которого проигнорировали, очень рассердился. Диккате алмак – это брать во внимание. А диккате алынмамак – это когда вас не берут во внимание. То есть игнорят. Кэндени крал занеден асланын не канады варки учабельсин, не да и неси варки банакарши савашабельсин, анча бу кёшеде ууклая виверсин. Кэндени крал занеден асланын у льва, возомнившего себя королем, не канады варки учабельсин, нет ни крыльев, чтобы он мог летать, не да и неси варки банакарши савашабельсин, нет ни жала, чтобы он мог сражаться против меня. Здесь такая конструкция есть – не, не. То есть не – какое-то значение, ещё раз не – ещё раз какое-то значение. Это как по-русски «ни-ни». Например, «не-эт», «не-балык» переведётся как «ни рыба, ни мясо», хотя в турецком нет такого выражения. Но зато есть выражение «не деве, не куш». Переводится «не верблюд, не птица». Почему так говорят? Потому что страус по-турецки будет «деве куш», «птица-верблюд». Вот поэтому на страуса так и говорят «не деве, не куш». «Не верблюд, не птица». Продолжим. «Только и может дремать в этом углу». «Анджа» можно переводить как «только может». Например, «Анджа конушьер» – «только и может говорить» или «болтать». Ещё раз возьмём всё предложение. У льва, возомнившего себя королём, нет ни крыльев, чтоб он мог летать, ни жало, чтоб он мог сражаться против меня, только и может дремать в этом углу. «Бирде кендени крал саньор, халбуки крал беним хабириёк, демиш». «Бирде кендени крал саньор». И он думает, что он король. «Халбуки крал беним хабириёк, демиш». «Хотя король – это я, а он об этом не догадывается», – сказал он. Сказав всё это, он ещё больше возгордился собой и этим разозлил льва. «Аслан булавлара синерленмиш, ве пенчесини хавада саллайрак, синее вурмая чалышмиш». «Аслан булавлара синерленмиш». Лев рассердился на эти слова. «Ве пенчесини хавада саллайрак, синее вурмая чалышмиш». И попытался ударить комара, взмахнув лапой. «Пенче» – это лапа, «пенчесини хавада салламак» – это взмахнуть лапой. «Ама аслан крал синеи якалаямамыш, ве искаламыш». Но король лев не смог поймать комара и промахнулся. Искаламак промахнуться. Здесь использовали слово синек в высшем предложении. Но наш комар не превращался в муху. Речь идет о комаре, просто турки любят сокращать. Также в данном случае синек можно перевести как насекомое, но мы знаем, что это комар и пусть будет комар. Видя, что лев не может поймать его, комар попытался еще больше разозлить льва. Он старался разозлить льва, приговаривая, не поймаешь, не поймаешь. Он изрядно возгордился, не оставляя льва в покое. Лев снова взмахнул лапой, но снова промахнулся. Сон выручен у ябмаях азырланан синек, а слоны текрар динлеме башламасаны беклемищ. Комар, готовясь нанести последний решающий удар, подождал, пока лев снова ляжет отдыхать. Он хотел укусить в нос льва, который положил голову между лапами. Можно перевести как и так, как он и ожидал, или так, как он и запланировал, ну или если по тексту можно сказать, так и случилось. Лев так разъярился, разозлился, что зарычал на комара. Кюкремек это рычать. Комар начал улетать, отдаляться. Узаклашмак это отдаляться от какого-то места или от чего-то. Но улетая, он кричал, ха-ха, так называемый король не смог справиться со мной. Я говорил, что это я король. Он сдался и передал мне звание короля. Не смог справиться с моей иглой и разозлился. Здесь у нас есть слова башетмек, справляться с чем-то, противостоять. Песетмек это сдаваться, сдаться. Теслиметмек передать, вручить. Севинч ли бирше кильдэ и трафанабак мадан учан севрисинек, а ни ден о рюмджек ауна такылмыш. Севинч ли бирше кильдэ учан севрисинек, комар радостно летел, и трафанабак мадан, не оглядываясь по сторонам, а ни ден о рюмджек ауна такылмыш. И вдруг ли внезапно попался в паутину. Как бы он ни старался, ему не удавалось освободиться, то есть он не мог убежать. Поняв, что конец близок, комар начал звать на помощь до того, как появится паук. Ярдым чилык тары отмак это звать на помощь. Узактан ону дуян крал, янана гелмиш. Кароль слышавши его издалека пада шолкниму. Она ярдым етмиш ве шу сөзлери сөйлемиш. Он помог ему изказал теки слова. Краллік, садыце кралым дейерек, сөйленмек ли олмюор. Алчак гонулу давранарак, ярдыма их тияджи оланлара ярдым етмели демиш. Краллык садыце кралым дейерек, сөйленмек ли олмюор. Быть королем, это не только говорить я король. Алчак гонулу давранарак, а также скромно, ярдыма их тияджи оланлара ярдым етмели помогать тем, кто нуждается в помощи. Ярдым етмели, когда это нужно. Ону куртардыгтан сонра, сенек бирхата яптыгынын фаркына вармыш ве асландан о зюрдилемиш. После того, как король его спас, комар понял, что совершил ошибку и извинился перед львом. Бирхда хада бен кралым дее бёбюрленмемиш. Он больше никогда не хвастался или не кичился тем, что он король. На этом наша сказка подошла к концу. В ней было много полезных слов и фраз, я так думаю. И думаю, всем будет полезно. Если вам понравился такой формат, пишите в комментариях. До скорых встреч!